Здравствуйте, уважаемые председатели и члены аттестационной комиссии Акимов Курбанев, совместным научным руководителем, старшим преподавателем Солоком Михаилом Николаевичем, подготовив выпускную классификационную работу на тему гандбол на уроках физической культуры в школе. Прошу ваше разрешение на защиту моей работы. Моя дипломная работа состоит из двух глав. Глава 1. Отбор детей для занятий гандболом, обучение игрок юных гандболистов, командные тактические действия, правила игры гандбол, техника владения мячом. Глава 2. Физические качества гандболистов, построение тренировочных процессов. Визение. Возникновенные игры гандбола имеются богато историческое прошлое. Еще в древности существовали игры с мячом, в которых существовали элементы современного гандбола. Время зарождения спортивной игры с мячом зарегистрировано в международной спортивной классификации под названием гандбол, или как ее называют гандбол, принято считать в 1898 году, когда преподаватель физического воспитания реального училища гандболистов города Ордруп Хольгер Нилсен ввел в уроки физической культуры женской группы игру с мячом, названным «Хандбол», «Ханд рука» и «Бол меч», в которых на наибольшом поле соревновались команды из 7 человек, передавая мяч друг к другу и стремясь забросить его в ворота. Оборудители детей для занятий гандбол. Оборудители в гандболе в школе являются с сентября-октября каждого года. Самый лучший возраст для начала гандбольной карьеры – 89 лет. В первую очередь следует оценивать координацию движения ребенка. Это как раз то качество, которое делается упорно в группе начальной подготовки, а потом оцениваются физические данные. Со временем гандболу очень важен рост. Обучение юных гандболистов. Прежде чем начать юных обучение гандболу в школьном зале, следует подготовить зал, приобрести необходимый спортивный инвентарь. Стандартная площадка для гандбола является поле размером 40 на 20. Можно также использовать имеющую разметку для игр в баскетбол или в волейболе, проведя несколько линий другого цвета, получим площадку для игры в гандбол. Принципы обучения. В любом сфере обучения процесса воспитания и формирования определенных навыков и умений складываются из-за общеприятных принципов сознательности, активности, наглядности. Систематические постепенности, последовательности, индивидуализации, специализации и всесторонности. Принцип наглядности предполагает широко использование различных средств, осуществляется путем демонстрации упражнений, просмотра игр, изучения фото, кинограмм, схемы кинофильмов и т.д. Методы обучения. Качество процесса обучения в значительности степени определяется методом, который применяет преподаватель в занятиях. Выбор методов обыскивается содержание учебного материала, условиями проведения места оборудования инвентаря и подготовки занимающихся. При обучении техника тактические действия в гондоле используются словесные, наглядные и практические методы. Этапы обучения. Эффективность обучения приемам и действия игр в гондоле зависит от рациональной последовательности, которая демонстрируется ознакомление с приемом действий, а затем разрешуемое и совершенствуемое его выполнение. При ознакомлении технических тактических приемов необходимо назвать их в соответствии установленной терминологией, а затем предемонстрировать в игровом темпе. Правила игры в гондол. Игра в гондол 7х7 происходит площадкой размером 40 метров в длину, разделенная в средние линии 20 метров в ширину. По обе стороны площадки в лицевой линии стоят вороты 3 метра, шириной 2 метра высотой. Расстоянием 6 метров от ворот проходит дугообразная линия, ограничивая площадь врата, раз за которую нельзя заходить, даже не наступать на нее нападающим с мячем. Проливая линия идет 9-метровая линия, ближе к которой нельзя находиться нападающим при назначении свободного броска. Вокруг игровой площадки должна располагаться зона безопасности ширина, которая составляет не менее 1 метр, вдоль боковых линий 2 метров. Техника владения мячем. Техническая приема владения мячем изучается так. Ловля мяча, передача, введение мяча, броски мяча по воротам, финты. Ловля мяча из один важных элементов игры. В настоящее время выстрата и точность действий игры так взросли, то совершать ошибку при льда мяча просто не допустимо. Физические качества гандболиста. Современный гандбол характеризуется высокой интенсивностью игровых действий, силовых противоставлений по опции поля, широким разнообразием используемых игровых приемов нападениями, защиты, быстрыми переключениями по ходу, все это требует по спортсменам высокой уровня развития специальной физической качества и умения реализовать их в сложной игровой обстановке. Техника игры с мячом. Ловля мяча – прием, с помощью которого игрок может уверенно овладеть мячом и принимать с ним атакующие действия. Ловля мяча необходимо сочетать, принимая исходные положения для дальнейших действий. Передача мяча, бросков, введения и финтов. Заключение. Участие и обязанности игрока быть постоянно в готовности к эксперименту принятия мяча, передачи от партнера или взятия ворот. Эта готовность отражается в пользу игрока, который называется стойка. Главной задачей игры в защите является оборона своих ворот, дозволенными средствами, разрешением организационного нападения противникам и обладением мячом. Тактика игры находится в постоянном развитии. Это зависит от изменения правил игры, совершенствования физической способности игроков, проявления приемов техники. Если же вновь исходит из того, что мы включаем обучение гандболовой варенную часть учебной программы, то понятно, на это у нас будет минимальное число уроков. Знакомить ребят с тактикой придется по ходу игровых моментов, выбирая из множества тактических вариантов. Сегон на сколько, чтобы участие лучше их усвоили. Спасибо за внимание.